Германия, Испания, Сербия и Хорватия. Не говоря уже об историках из десятков городов России. Все они собрались в Доме Рио на международную конференцию истории современности, информационные ресурсы, методы и исследовательские практики в России и за рубежом. При организации конференции был проведен анализ состояния научного, именно исторического поля по проблемам современности. И поэтому приглашенные участники это те, кто защитил кандидатские, докторские диссертации в этой области. Поэтому главная задача создать коммуникативную площадку историков современности. Программа научного форума рассчитана на два дня. Его организатором выступил Российский государственный гуманитарный университет совместно с Российским историческим обществом и при поддержке фонда Истории Отечества. Каждая прошедшая минута нашей жизни, строго говоря, уже становится историей. Если мы начинаем вспоминать о тех событиях, которые вроде бы происходили со всеми нами вместе, то мы будем вспоминать по-разному. И для того, чтобы реконструировать эту историю, сформировать такое объективное, достоверное историческое полотно, даже в отношении тех событий, которые прошли совсем недавно, требуется профессиональный исторический инструментарий. На конференцию пригласили лучших специалистов в области изучения современной истории. Большинство из них защищали по этой или смежным тематикам диссертации. Между тем, участники конференции сразу сделали важную оговорку. С точки зрения терминологии нужно определиться, как именно трактовать понятие «современная история». Существует как минимум два термина, которые трактуют по-разному представление о современной истории. Ну вот здесь у вас на плакате «contemporary history» имеется в виду. Но «contemporary history» в мировой историографии – это новейшая история России. Вот так она переводится. А есть еще понятие «current history». Вот это уже непосредственно то, что относится к современности. И понятно, что между этими дефинициями есть определенная разница. И историки, в зависимости от того, чем они занимаются, они по-разному трактуют эти понятия. Главная цель научных докладов и дискуссий историков – понять, что, собственно, считать историей современности, каковы ее хронологические границы и в чем ее основные вопросы и трудности. А главное, как все это применимо на практике. Мне посчастливилось больше 10 лет быть учителем в школе, учителем истории. И как раз то самое переломное время, 92-е, 93-е, и я на себе испытала, насколько сложно обычному преподавателю рассказать о современных процессах. Мы совсем недавно здесь тоже обсуждали этот вопрос. И мне представляется, что Сергей Владимирович о практической задаче говорил, что, наверное, одна из практической задач этой конференции – дать инструментарий и понимание для преподавателей разных уровней школы и вузов, не исторических я имею в виду, о том, как говорить с молодым поколением, как их ориентировать с тем, чтобы они разбирались в исторических процессах. Потому что все время звучит на моих встречах с молодежью вопросы. А кому верить-то? Использование искусственного интеллекта и краудсорсинга, выцифровки, обработки архивных материалов, аудиовизуальные архивы в сети интернет, современные подходы к пониманию особенностей политических систем непризнанных государств, создания системы электронного правительства. Все эти темы стали центром дискуссии ученых из разных стран. Мой доклад как раз посвящен использованию искусственного интеллекта и краудсорсинга в оцифровке и обработке архивных материалов. По моему мнению, использование и внедрение современных технологий может серьезно помочь раскрыть весь потенциал, весь пласт архивных документов, поможет найти неизведанные до этого данные, скрытые сейчас в многочисленных материалах. Мир меняется, ускоряется обмен информацией, но поспевает ли за этими процессами историческая наука и какие новые инструменты стоят на вооружении историков в наши дни? Мы должны использовать современные технические средства для того, чтобы сохранить этот документ, правильно записать, иметь возможность его воспроизвести, иметь возможность сделать бумажные копии, как страховой фонд, необходимый для этого. И это, конечно, не копейки. Второе связано с тем, что сегодня этнополитический, этнокультурный и иной мониторинг внутри страны по истории современности – это большое затратное дело. Надо иметь современную импортную аппаратуру в виде огромных экранов, сочлененных с компьютерами, систем их подключения, расходов на электроэнергию, помещения, шумоизоляцию и так далее, которые требуют камерного воспроизведения неких процессов внутри страны и их фиксации. Кроме того, на конференции рассмотрели вопросы методологии изучения истории современности, современные исследовательские практики, особенности ресурсной базы. Так, например, в Музее современной истории России сейчас почти все документы существуют в электронном виде, а в бумажном их часто просто нет. Мы постарались сделать синтез из подлинных музейных предметов и современных мультимедийных технологий. По нашему опыту, одни только мультимедийные технологии больше не представляют интереса, и посетитель хочет увидеть, прежде всего, подлинные экспонаты, артефакты, узнать связанную с ними историю, получить достоверную информацию о тех событиях, которые эти экспонаты символизируют. Важную проблему в рамках дискуссии поднял председатель правления российского исторического общества Сергей Шахрай. В своем выступлении он много говорил о мифологизации нашей истории, о том, что постоянно за факт выдается миф, и это очень опасно. За факт выдается миф, за факт выдается желание, и это, конечно, страшно опасно, но зато страшно интересно. У нас с вами, как у историков, всегда будет много работы. С мифами бороться бесполезно, но бороться можно вечно. То есть такой вечный двигатель. И единственный способ – это верификация исторического факта. Это роль документа, сохранение документа, учебный процесс на основе исторического документа. В следующем году пришли к мнению собравшиеся, необходимо будет посвятить историческим документам и процессу верификации исторических событий отдельное заседание. Служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...